Здравствуйте! Рабочая неделя была короткой. О том, какими новостями она отметилась, мы поговорим далее. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Хакасия отметила День России. На Первомайской площади прошел большой концерт и различные выставки. Продолжается работа по ликвидации последствий ЧАЭС. Власти призывают мобилизоваться всех жителей республики. Над Абаканом кружили истребители. Военные провели масштабное учение с тем, чтобы еще раз доказать свою полную боеготовность. И сегодня день медработника. Мы разыскали врача, которого больные не ругают, а только благодарят. В четверг вся страна отметила День России. Его часто называют Днем Независимости, но это ошибочное понятие, указывают эксперты. Российская Федерация давно является самостоятельным государством. Приобретать независимость нужды не было. На самом деле, в 90-м году, 12 июня, когда еще существовал Советский Союз, первый съезд народных депутатов принял декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Уже после развала СССР дата перекочевала в календарь современной России. Вернемся из исторического экскурса в Хакасию. Самые масштабные народные гуляния в честь праздника прошли в Абакане на Первомайской площади. О том, как горожане отметили День России, какие песни пели и с каким настроением, в репортаже Константина Кравцова. Эпицентром празднования Дня России в Хакасии стала Первомайская площадь. Сотни жителей республики пришли сюда с семьями, с детьми. Страна отмечает главный праздник. Радостно до души. Всем хорошо. Жить хорошо. И всем нам хорошо. Россия, ну не знаю. Мы всегда в этот праздник уходим, концерты смотрим, отдыхаем. Нам нравится российский праздник. Лучше другие. Возвращайся, Россия, разбравь свои крылья. Я знаю, где мне счастье на тебя найти. Улыбайся, Россия, я все еще верю, что вместе будем мы с тобой всегда идти. Как и положено в праздник, на сцене блистают артисты. Республиканская филармония, театралы, певцы. Все номера обязательно на патриотичный манер. Да и, пожалуй, актуальнее всего именно в этот день говорить о патриотизме и публично признаться в любви Родине. Все вместе мы сила. Все вместе мы огромная, крепкая, дружная семья народов, которой не страшны никакие внешние сложности. Верьте в Россию. Любите Россию. Ведь Россия наша Родина. Россия земля наша. Несмотря на то, что праздник всероссийский и, казалось бы, всепартийный, на площади засветились волонтеры лишь одной политической силы. Мы решили поздравить горожан с праздником и сделали, изготовили вот такие листовки совместно с Абаканским отделением Единой России. И на оборотной стороне написали об истории этого праздника, что за праздник, чтобы люди знали, что есть такой праздник День России. День России сегодня символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. И так хотелось бы, чтобы каждый житель ощущал себя частью великой страны не только сегодня, под звуки патриотичных песен, а каждый день, каждую минуту. Магадаю силу, жена у тебя. Мамочка Россия, я верю в тебя. Константин Кравцов, Антон Новожилов. Вести Хакасия. События недели. И от праздников к будням. Ликвидация последствий аномального паводка остается главной темой в Хакасии. О ходе восстановительных работ глава Хакасии доложил президенту Владимиру Путину на прошедшей во вторник видеоконференции. В своем докладе Виктор Зимин акцентировал внимание на том, что ситуация была бы трагичнее, не быть в республике такого количества дамб. Только за последние четыре года власти вложили полмиллиарда рублей в их ремонт и строительство. Что касается пострадавших, то их более четырех тысяч человек. По предварительным подсчетам, ущерб составил практически два миллиарда рублей. На днях Хакасия ждет первый транш федеральной помощи – 290 миллионов рублей. Я обещаю, Владимир Владимирович, что ни одной семьи мы не бросим. Опыт есть. На каждую пострадавшую семью составляется социальный паспорт. Я думаю, что в течение четырех-пяти дней у нас будет на каждого жителя, на каждое домостроение паспорт. Учтительны все их нужды. От потери урожая в огороде до гибели скота и порчи имущества. Пострадавшие семьи приводят в порядок свое жилье, свой фронт работы всевозможных служб. Санитарные врачи следят за безопасностью источников питьевой воды. После того, как вода затопила участки, содержимое туалетов, септиков, выгребных ям оказалось в реке. И сейчас важно не допустить вспышек инфекций. Для этого людям выдаются необходимые медпрепараты и ведется обеззараживание колодцев. Кроме того, тот же Роспотребнадзор следит за тем, чтобы в зоне ЧАЭС не повышались цены на предметы первой необходимости. Важный вопрос – оказание материальной поддержки. Как сообщается на сайте правительства, в пострадавшей территории отправлено 7 тонн мясных и рыбных консервов и 13 тонн семенного картофеля, а также древесина, цемент и другие стройматериалы. Гуманитарную помощь собирают по всей Хакасии. И мы напоминаем, каждый житель республики может перечислить посильную для себя сумму на специальный счет. В завершение темы добавлю, что своим решением Виктор Зимин отменил выходные у своих подчиненных. По его поручению на праздниках они не отдыхали, а обязаны были еще раз посетить пострадавшие территории и, цитата, «обойти каждый двор и каждый дом с тем, чтобы понять, какая помощь требуется людям». Во вторник в Хакасии прошли масштабные военные учения. Железнодорожные войска отрабатывали на ведение понтонной переправы через Енисей. Оценить подготовку прибыл лично заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков. Такое внимание ведомства к республике не случайно. Именно в связи с дислокацией железнодорожной бригады в Абакане скоро начнется строительство военного городка. Константин Кравцов наблюдал за ходом учений. Как это бывает в основном, враг напал без объявления войны. По легенде учений, мост выше по течению реки Енисей разрушен. Таким образом, прервано сообщение Абакан-Тайшет. Теперь же задача военных максимально быстро поставить новый. Длина этого наплавного моста – полкилометра. Он удерживается специальными якорями, их 8 и общий вес 150 тонн. Все монтажные работы проводила 5-я железнодорожная бригада, расположенная в Абакане. И, как говорят сами военные, это даже не учение, а внезапная проверка боеготовности. Мы три недели назад об этой задаче не знали. Если в 2011 году, в 2010 году мы учение проводили, у нас уже было запланировано в планах подготовки бригады за полгода. Мы уже знали, что у нас будет учение, мы готовились к этим. В настоящий момент вот эта задача, она для нас была внезапной и однозначной. Самая зрелищная часть началась при монтаже последнего элемента моста. Во время буксировки происходит атака неприятеля как с воды, так и с воздуха. Под автоматные очереди диверсантов два истребителя наносят ракетно-бомбовый удар. После отражения атаки разворачивается бой за удержание территории. Все длится считанные минуты. Стоит отметить, установка понтонов работа ювелирная. Специальный паром-тягач должен безошибочно попасть в пролет. Размер зазоров с обеих сторон составляет всего 5 сантиметров. В это время спускается водолаз для обследования дна. Кстати, общий вес костюма ни много ни мало 80 килограммов. Трудоемкий монтаж занимает у военных примерно полчаса. Стоит отметить, условия на Енисеи сегодня осложнялись сильным течением. Более трех метров в секунду. И вот пошел состав с боевой техникой. Его прикрывают два вертолета Ми-24. Кстати, этот мост способен пропустить 36 поездов в сутки. Руководил учениями лично замминистра обороны России Дмитрий Булгаков. Он отметил, что военные поставленную задачу выполнили полностью. Особенно отличившимся вручил награды за хорошую службу. У нас на сегодняшний день 10 батальонов такой понтонно-мостовых, постоянной готовности. 10 бригад железнодорожных в полном составе, постоянной готовности по всей стране. Поэтому мы готовы работать на любой водной переграве или на любой магистрали, которая есть по планам технического прикрытия железных дорог. Самая высокая оценка, что войска выполнили задачу, которая стояла перед ними. Теперь у военных железнодорожной бригады стоит другая задача – демонтировать мост и 7 километров пути. Затем они вернутся в расположение в Абакан. Когда в следующий раз пройдет внезапная проверка, неизвестно. На то она и внезапная. Но, по говорку, тяжело в учении и легко в бою именно, эти люди должны понимать, как никто другой. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия, События недели. Сегодня профессиональный праздник медработников. Трудно найти другую профессию, которую так часто бы ругали, но в которой так сильно мы бы все нуждались. И хочется поговорить не о недостатках нашей медицины, а о людях, на которых она держится. Есть в Абакане врач Любовь Петровна Сагалакова. Рассказали нам о ней телезрители. И это тот редкий случай, когда люди не ругают, а хвалят своего врача. По их словам, Любовь Петровна не скрывает свой мобильный номер от пациентов и готова уделить каждому столько внимания, сколько нужно. Никакой спешки и суеты. Рабочий день участкового терапевта Любови Сагалаковой близится к концу, но не намека на усталость и раздражительность. Золотое правило врача – лечить не только делом, но и словом – в этом кабинете соблюдаются неукоснительно. Те, кто впервые попадает на прием к Любови Петровне, удивляются столь редким у современных медработников – душевным качеством. Я вижу только одну теплоту. Она внимательно высушивает и посылает сделать все то, что нужно. С уважением, внимательное. Никогда людей не оставить. После своего времени, что ей до пяти, до шести, она, как говорится, обслуживает и после. В седьмое отделение Абаканской поликлиники, которое обслуживает район МПС, Любовь Сагалакову перевели весной с Нижней Согры. Так теперь жители Согры ездят на другой конец города, чтобы попасть на прием к любимому врачу. И совсем удивительная вещь. Этот человек дает номер мобильного своим пациентам, чтобы в любое время они могли обратиться к ней за помощью. Такой душевный человек, в принципе, в наше время, наверное, редко встречается. И учитывая кадровые нехватки, тяжелые условия работы и финансовые проблемы и прочее, 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 какое-то непонимание, может быть, и со стороны пациентов. Но, тем не менее, при этом, при всем, Любовь Петровна умудрилась каким-то чудом не очерстветь сердцем и душой и оставаться таким же золотым человеком, безотказным, добрым. Надо сказать, что приезду нашей съемочной группы Любовь Петровна очень удивилась. Она совсем не думала о том, что может быть примером для остальных медработников. В здравоохранении она 30 лет и совсем не случайно пришла в профессию. Сначала отучилась в медучилище, потом в институте, затем работала в сельской больнице. Равнодушие – первое преступление для врача, говорит Любовь Сагалакова. Люблю, наверное, конечно, по призванию пришла в медицину. И мне всегда нравится прийти на помощь человеку, выручить его. После приема в поликлинике работа на участке. Сегодня у доктора Сагалакова 18 вызовов на дом. И так практически каждый день. Но как настоящий профессионал, Любовь Петровна не жалуется на большую нагрузку. На первом месте – долг перед пациентом. Самую удивительную историю можно встретить в малых селах. В одной из умирающих деревень Ширинского района живет уроженец Ленинграда Василий Белаш. Он пережил блокаду и даже встречался с легендой советского кино Сергеем Бондарчуком. О своем прошлом пенсионер рассказал сотрудникам Госкомитета по охране животного мира, который шефствует над селом. На минувшую неделю они вновь помогали местным жителям. Василий Белаш сам в прошлом профессиональный строитель. И хотя в свои 79 лет не считает себя стариком, все же за ремонтом крыши собственного дома способен наблюдать только со стороны. А это старый дом этот. А к людям с молотками и пилами относятся с полным доверием. Еще бы, знаком с ними не первый год. Крыша вся, видите, гнивая, дырявая. Снимем старую крышу, положим новые лаги и закроем шифером. Я думаю, так. За долгую жизнь Василию Белашу удалось многое повидать. И блокаду Ленинграда, и строительство Саяно-Шушинской ГЭС. Благодаря этой стройке остался в Хакассии. Был штатным охотником, собирал дикоросы. И теперь ему самому интересно вспоминать, как во время жизни в северной столице довелось встретиться с Сергеем Бондарчуком. И не просто так, а на съемках фильма «Война и мир». Василий Сидорович участвовал в съемках массовых сцен. Ребята, давайте кричите, тоса-тоса, понимаешь, ну ура, ляп, свистеть кого-нибудь. Да громче, он сидит, снимает на этой коляшке, подъезжает. А художники сидят, рисуют прямо это, ну, картинки. И кто прибивает эти картинки? Прямо от руки. Ну, прямо, я говорю, интересно. Ну, там хорошо на массовке. Сейчас где-то отработаешь, а по тем деньгам рубль 30 стоило. Война и мир тогда снималась. Сейчас, главное, и сухо, и все будет нормально. Ну, хорошо сделали. А теперь камера выключена, говори всю правду. А что правду? Правда очень хорошая. Молодцы, что стали о стариках заботиться. Это большое дело. Василий Белаш и другие старики Миндоли с радостью принимают помощь Госкомитета по охране животного мира. Не считают эту помощь чем-то зазорным и принудительным. Ведь теперь, благодаря вниманию инспекторов, они не чувствуют себя брошенными и забытыми. Такими были эти семь дней. Следующая неделя принесет новые. И будем надеяться интересные новости. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok